Ботанический сад, студенческий городок, березовая роща, центральный парк культуры и отдыха, больничный городок, были арены непрестанной битвы. Эту часть города можно сравнить со сталинградским Мамаевым курганом и по упорству сопротивления врагу, и потому что здесь буквально каждый метр земли был вздыблен, изранен железом и полит кровью. В строительстве полосы обороны участвовали более 100 тысяч жителей Воронежа. Именно здесь они показали несгибаемое мужество, упорство и массовый героизм, многие командиры и бойцы. После изгнания оккупантов студенческий городок стал местом командных и наблюдательных пунктов, базой снабжения частей переднего края, сосредоточением резервов, перевалочной точкой при эвакуации раненых. Противник днем и ночью бомбил и обстреливал городок и продолжал увеличивать его разрушения. О войне в Центральном районе напоминает множество братских могил, в том числе и братская могила номер 17. Братская могила находится на территории Лесотехнической академии. В ней похоронено более 500 воинов, погибших в боях во время бомбежек и обстрелов, умерших от ран в полковых, медицинских пунктах. Известны в фамилии только 309 солдат. Могила номер 17, как и многие другие, поистине является братской. Подтверждается это списком погибших. Политрук Найескул Аразмалиев, Киргизия. Заместитель политрука Самсон Багдасарян, Азербайджан. Сержант Владимир Бестранов, Марийская ССР. Ефрейтор Валей Гараев, Татария. Красноармейцы Ижбулла Абрахманов, Узбекистан. Шахамир Азалов, Дагестан. Александр Багарадзе, Грузия. Василий Воронов, Белоруссия. Иван Захаров, Чувашия. Николай Роженко, Украина. Агуби Хифанов, Осетия. В числе русских уроженцы Воронежской области. Акилов, Коваленко, Колодяжный, Нагорный, Стародубов, Черкасов, Шараманов. Среди тех, кто первым лег в эту могилу, был красноармеец 425-го артиллерийского полка 232-й стрелковой дивизии. Леонтий Иванович Стариков. Он был ранен 6 июля 1942 года в перестрелке с гитлеровцами и умер в полковом медпункте. Последним был захоронен красноармеец Василий Павлович Веринеев из 209-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 121-й стрелковой дивизии. Он погиб вечером 24 января 1943 года за несколько часов до перехода дивизии в решительное наступление и полного изгнания фашистов из правобережной части города Воронежа. Составной частью, сооруженного на братской могиле мемориала, является пролегающая рядом траншея железобетонный колпак огневой точки. Такие колпаки были установлены горожанами во многих местах оборонительной полосы. В 1975 году, к 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, была проведена реконструкция территории братской могилы. В 2013 году были проведены ремонтно-восстановительные работы и благоустройство прилегающей территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин